Николай Маламуш, генерал армии Украины, руководитель службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы. Сегодня с нами на связи. Николай Григорьевич, приветствую вас. Добрый вечер, слава Украине. Героям слава. И Николай Григорьевич, как раз мы говорим об ударах украинской армии по объектам военного назначения в Российской Федерации. Несмотря на то, что Украина до сих пор не получила разрешение использовать вооружение западного образца для ударов. Имеется в виду ракеты дальнего радиуса использовать по ударам по военным объектам. Все-таки у Украины есть то, что она сегодня производит, и есть возможности. Но я сейчас хочу, чтобы мы с вами... Понятно, какие цели и логика этих ударов, если мы вспомним все объекты. Можем несколько здесь кейсов разбить. Это объекты и нефтеперерабатывающие заводы. Это объекты, связанные с ресурсами такими, как нефть. Также мы сегодня говорим о военных объектах, таких как аэродромы, склады и так далее. Поэтому мы сегодня с вами говорим о военной составляющей. Мы можем сегодня подытожить. Не буду вам адресовать вопрос, для чего это делается сегодня. Мы прекрасно понимаем, для чего. Но мы можем сегодня говорить, что это дало Украине. Поэтому я хочу вас спросить. Хронологию всю вспоминать не будем. Спасибо, коллега. Материали частично вспомнили эти последние удары. Хочу вас спросить, насколько сегодня это помогло Украине? Ну, в первую очередь необходимо сказать, что мы перешли к новой стратегии ведения войны. Наряду с фронтами ударами по Курскому направлению. Соответственно, мы уничтожаем логистику, уничтожаем нефтепереробку. Соответственно, военные объекты. Это аэродромы, это склады и боеприпасы, это пусковые установки и установки пусковые шахедов. В плане упреждения их нанесения ударов по нашим территориям, по нашим войскам. Это, в первую очередь, стратегическая задача нашей страны. И мы создаем зону безопасности. Но сейчас необходимо на порядок увеличить и количество дронов, и удары по этим объектам. Соответственно, токийских и уже средней малой дальности ракет, собственное производство, где нет ограничений на удары по России. Это, в первую очередь, объекты военно-промышленного комплекса. Помним, десятки мы их уничтожили, повредили. И под Москвой, и под Санкт-Петербургом, и в Ростовской, и в Волгоградской, Брянской, Курской и других областях. Десятки заводов по производству комплектующих ракет, самолетам, бронетехники, систем наведения, боеприпасов. Это, как бы, удар ПВПК. И мы увеличили количество, вот примерно, как мы говорим, примерно 15-17%. Объекты нанесения ударов – это аэродромы. Уже имеем около 12 аэродромов на территории Крыма. Два, которые выявили полностью строя. И еще пять нанесли удары с повреждением на территории России. Шесть тактического уровня и два страдийского уровня, где поднимаются Ту-95, Ту-160. И, соответственно, мы видим, что в ряде случаев они не поднимались. Потому что повреждены и сами страдийские самолеты, инфраструктура и, соответственно, боеприпасы. Соответственно, склады, ракеты. Помню удары буквально по ряду страдийских ракетных арсеналов, которые обесценили удары и тактическими ракетами по нашим территориям и КАБами. Помню только один из мощных центров – это 770 тысяч различных типов ракет и средств артиллерии. Это на три месяца запаса. На три месяца они не смогут в перспективе наносить системные удары. Оценить перевесами в три, пять, шесть раз, как говорили наши руководители, в разное время. То есть это обесценивает их перспективу, иметь паритет боеприпасов по всем направлениям. Это, конечно, удары по системам пуска беспилотников. То, что волнует нас каждую ночь и каждый день. Это на месте ЧАОДА, где мы можем проводить любыми средствами, выключая Storm Shadow, Atacams и Sam-Ti. Вот так же и нашими средствами. Там как раз то, чтобы наносить удары эффективно, и не только искать их каждую ночь нашим ребятам, которые дежурят беспрерывно. Удары по этим центрам, они предстоят буквально. И сами шахеды, и саму, так сказать, базу, и систему наведения и пуска. И мы видим буквально на проезжении двух-трех недель такие центры были уничтожены или два полностью, или еще четыре повреждения системно. Это, конечно, нефтепереработка. Примерно оценится 18% всей нефтепереработки Российской Федерации, которая идет на фронт. Это танки, это БТР, БМП, это самолеты, это гусеничные системы, это электровозы, это корабли. Вот так вот мы оценим, что уже поднимать эффективно и дальше, так сказать, направлять самолеты в долгие рейды или массово, уже только по этой модели, обесценивать их, ну минимум на 18%, это уже невозможность и на наступательных операций, массово вырываемых ударов, тем более баражирование, например, самолетов или других средств над нашими территориями долгое время. И видите, самолеты и очень часто уже не поднимаются, особенно с родительского уровня. Есть проблема и в боеприпасах, и в логистике, но, соответственно, и в нефти продуктах, которые они не потребляют. Точно так же логистические центры, это те, которые сводят именно центры снабжения, ну тот же Кетшинский мост, сейчас практически не работает. Мы уничтожаем и паромные переправы. Практически обесценили, работают только на 15% и паромные, и, соответственно, сам мост. А если еще добьем, будет ноль полный. Поэтому логистику строят уже через, помним, через Запроску, Херсонскую область, аж до Крыма. Но это еще одни цели, которые будут наносить удары, особенно по развязкам, по системам управления, железнодорожным транспортом и по самой полотну уничтожать беспрерывно. Это то, что обесцовет врага в ближайшее время, хотя мы уже проводим такие удары. Это, конечно, система ударов по центрам управления. Это очень важнейшая составляющая, потому что ее создать, воспроизвести с высокоточным оборудованием, техникой, средствами связи, электроникой, и тем более личным составом, это очень сложная модель. Это фактически управление всем агрессивным действием. И на конкретном участке фронта, или на широком, если мы говорим об армейских, или о их, так сказать, решениях, или на уровне центра принятия решений уже глобального направления. Это Восток, сейчас думают два объединения округа, которые будут вести и западный, и южный. Это уже то, что Донецко-Запорожское направление. А центры, как раз, едины. Вот нанесение ударов, которые мы сейчас проводим пока секторально, обесценивают управление войсками. Это очень важная составляющая, мало заметная, но она важнейшая для упреждения системных действий противника, подготовки и проведения атак, и фактически это дезорганизация военной машины. Поэтому есть очень конкретные уже результаты. Мы начинаем новую эру. Я просто сказал бы, это еще, ну так, уже субъективно скажу, но это точно и наши ребята, и все остальные оценим. Еще мало это делаем. Вот, например, они поднимают самолеты с кабами. Это и для наших воинов очень сложная тема. В том же, так сказать, сейчас Селидово, например, Торецк, в других городах. Нанесение ударов по этим аэродромам, они максимум до 300-350 километров. Нашими дронами, нашими ракетами. Беспрерывно, их мы уже делаем сотни тысяч в месяц. Это могут быть тысячи в день. Вот они не поднимут ни один самолет, ни тактический, ни стратегический. Это просто их забить там. Они будут поднимать ППО, другие средства, но мы их не один дальше, так сказать, подняем. И в этой ситуации нет инструкции возможности поднять самолет. Ни стратегический, ни тактический. Та же самая пускаем установка ракет. Та же самая пускаем установка шахедов. Ну и, конечно, говорим, боеприпасы, говорят, что переработка – это само собой. Вот таким способом обесценить все резервы и возможные удары. Как по миру населению, аж до Львова, так и по нашим войскам. Я думаю, такая сейчас тактика разрабатывается. Единственное, что сейчас пошли единственные строя, разноплановые модели, которые дадут хорошие результаты. Николай Григорьевич, немного разовьем тему в неожиданном направлении. Издание «Проект» написало о том, что в Сочи снесена правительственная резиденция Бочаров-Ручей. Эта резиденция существовала 90 лет. С 1934 года эта государственная дача была построена для Климента Ворошилова, известного. После 60-х годов это стало местом отдыха генеральных секретарей и высшего партийного политического руководства Союза. А с 1991 года это основная резиденция президента России на берегу Черного моря. И вот эта резиденция снесена. Это, кстати, одна из любимых резиденций Путина. Там он принимал мировых лидеров. Там была создана точная копия его московского рабочего кабинета. И вообще, как замечают люди, следящие за перемещениями Путина, жители Сочи. С Нового года он боится летать туда, предпочитая наземный транспорт, железнодорожный. И вообще есть версия, что он туда вообще не ездит. Вы связываете это с темой нашего разговора? Я полностью связываю, потому что мы уже наносили удары как раз по окружению в Сочи, по разным, так сказать, объектам, включаясь в систему защиты, и панцирь не срабатывал. То есть и удары были целевые в некоторых местах. И, соответственно, уламки, которые падали, приносили серьезные последствия. Поэтому гарантии нет. Путин очень ценит свою жизнь. Многие говорят, да вот он готов сам пожертвовать, погибнуть за Россию, или начать войну, и вернуться в эту вверх, и сам где-то уже в этом ситуации, даже возможно, его будет по конец жизни. Там он боится. Он боится, я реально знаю, собственно. Конечно, он, когда пытается сейчас ленировать войска, он борется не только за свои перспективы и решение агрессивных планов, и за себя. Потому что прогресс, это конец для него, и в плане даже жизни, мы говорим. Поэтому этот борочий вручей, как мы говорим, это старая резиденция. Она имеет определенную систему защиты, но, так сказать, от обычных средств. Но он считает, что мы нанесены и ракетные системы, удар, мощные. А у нас имеются уже и наши, даже наши ракеты среди радиуса действий. А в перспективе он понимает, что НАСКБ Южная и Южмаш, которые производили и для СССР, и для России в свое время С-300, и Сатана, они могут нести тонны без ядерного заряда. Но очень мощнейшее отротивление. Разнесут все в том борочном ручье. Он понимал, ему дали оценку, что не выдержит. Тем более, если он там будет находиться, это прямая угроза ему, его жизни. Это первое составляющее, он перевестился в другие места. Имеется пять бункеров, где они находятся в Москве, под Московье. Там же самое, на Черном море, на новом месте, уже под ядерные удары. Он предполагает, что и будет война с НАТО, с ядерной, возможно, составляющей. И готовили даже под эту. Поэтому эту старую разрушили, как непригодную, и которую они используют. Где-то сейчас используют другие. Но я думаю, что туда тоже не летают, потому что боится всегда перелеты с самолетами. Уже в него фобия. Поэтому железнодорожный транспорт, который бронирован, и бронированные кортежи, которые отрабатываются ежедневно маршруты, запасные варианты. Запускается несколько кортежей. Вот в каком Путине, никто не знает. Например, запускается 3,5, а он идет в шестом. И совсем без мигалок, другим способом. Вот поэтому тут такая модель безопасности отрабатывается, включая и резиденции, и транспорт, соответственно. Ну и меняя охрану, меняя службу безопасности, которая контролирует, как, например, ФСБ, контролирует службу безопасности президента. Служба безопасности президента контролирует и ФСБ, и другие структуры. То есть перекрестный еще контроль самих спецслужб, которые находятся в окружении самого Путина. Николай Григорьевич, вы знаете, вот я хочу финализировать тему, хотя понятное дело, что у нас сегодня действительно, ну, скажем так, это промежуточная сейчас все-таки ситуация, потому что история, потому что эти удары будут продолжаться. Но вот сегодня мы уже вспоминали институт изучения войны, украинские удары по объектам на территории России могут повлиять на наступательные операции на всей территории боевых действий в Украине. Да, это абсолютно так, но тут наверняка вопросы связаны, о чем вы говорили, это вопрос логистики и так далее. Хотя стоит и все-таки говорить о том, что бывает, что на какое-то время, да, вопрос логистики для россиян где-то ослабевает, но далее находят они определенные варианты. Меня здесь даже больше интересует, как далее может развиваться ситуация, потому что боевые действия продолжаются. Продолжаются, и количество штурмов на том или ином направлении, в частности, сегодня мы вспоминали и Покровское, и, не забываем, о Лиманском, да, там достаточно большое количество, если исходить из информации от Генерального штаба вооруженных сил Украины, той информации, которой мы сегодня доверяем. Но если мы говорим о динамике, можем ли сегодня говорить, что чем больше ударов по военным объектам, тем меньше будет наступательных возможностей у армии Российской Федерации? Либо же с военной точки зрения здесь еще есть сопутствующие факторы, которые влияют на эти процессы? Ну, в первую очередь, это комплексное решение этой задачи. Это невозможно только уничтожать отдельные объекты, и они решают проблемы. Это уничтожение объектов в дальних тылах, о которых мы говорим, огневые точки страдейского баллистического типа, например, там, или пусковой установки аэродрома. Это центры подготовки и управления и размещения техники в средних тылах до 80 километров. Это Хаймерсы и другие системы, которые туда достают системы, дроны, например, ракеты. Это обесценивают уже резервы ближайшего формата. Это, конечно, удары при фронтовой и фронтовой зоны. Это проведение специальных операций в ДЛАх и флангах, как мы и не провели, например, еще раз подчеркиваю, возле Волгидара, хотя это напрашивалось буквально. Не хватило средств, но это и все бойцы и командиры говорят, ну, мы ждали, что удары с флангов, раз ведут эти клещи, и никто не останется в окружении. Наоборот, мы в Цитаделье будем стоять, а наши спецподразделения в связи специальных операций проведут там эффективные операции. Почему я говорю конкретные? Потому что изменение стратегии в виде войны – это перспектива побед. И этого враг не ожидает. Он так не умеет вести войну. Он может пробивать, он может конструировать силы, наступать по разным точкам фронта, постепенно заводить новые позиции, мы отходим постоянно, и дальше наращивать усилия в отдельных секторах, охватывая конкретные города, превращая их в руины, а затем уже, так сказать, заставляя нас отходить, чтобы мы сохранили жизнь. Эта тактика известна. Как с этим бороться? Но не только защищать, это защищать важно, важнейшее составляющее. Уничтожать резервы, о которых мы только что говорили, в глубоких, средних и фронтовых талах важнейший формат. А вот наносить удары и по Курское направление, и другие, Брянское, Белородское. И самое главное, Страдинские удары по освобождению, там, где враг не ожидает, не имеет укрепрайонов, но подготовлены к Страдинской операции, а это уже начало той победы, это освобождение территории уже нашей страны. Это уже конкретно. Но для этого нужна большущая подготовка, сил, средств, нестандартное мышление руководства, сбор вооруженных сил и воля страны, руководство Кульчая Зеленского, и, соответственно, обеспечение средств новейшего типа, который сегодня и Рамштадт готовит, и мы ВПК, и закупаем на внешних рынках, вот эти факторы должны сойтись в одной точке, начиная со стратегии новой, где враг с этим не справится. Вот там будет перспектива. Если мы говорим только точно, там ведь, там ведь, это важно, но она не решает комплексную задачу. Тут только все элементы должны быть в совокупности, выверены, подготовлены, секретно сориентированы, сориентированы, потому что большая проблема была, да, сам Зеленский говорил, выдача перед летним наступлением 2023 года информации прямо в Кремле на столе лежала по нашей операции. Но абсурд, вот такого, в принципе, мысли его должно быть, а она состоялась. Ну вот видим, какие есть темы. Поэтому работа совсем другая. Представлены высокого класса, ох, уже в стране, уже в войне, такие военные появились, уже умеют воевать, умеют бить противника, и они сегодня должны руководить всем процессом. Спасибо вам огромное. Николай Григорьевич, как всегда, конструктивный анализ на данную тему. Николай Маломуш, генерал армии Украины, руководитель службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, был сегодня с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.